18 лет за штурвалом катера. В первый раз в морское путешествие Максим отправился в 2003 году. Тогда он вышел в Белое море на самодельном катере. Всего он создал уже 4 судна, а отчаянно спустил на воду в 2014 году. Его схему Максим нашел в советском журнале «Катера и яхты». Материалы покупал в магазинах и брал на заказ. Всего на его сборку ушло порядка трех лет. Делали сами, своими силами. В основном один я, друзья помогали. Всевозможные токарные работы, фрезерные. Самый сложный корпус. Это все выгнать, сварить. Двигатели сейчас разные есть, что угодно, на любой вкус и цвет. Я принципиально езжу на отечественных. В результате получилось судно массой около двух тонн. Внутреннее пространство Максим тоже обустроил сам. Здесь моторный отсек, рулевое отделение, маленькая кухня и комната отдыха. Она же спальня. Рассчитана на троих человек. В крайнем случае в середину еще вкладывается. Можно вчетвером переночевать. Еще место вон там одно. Для людей маленького роста я там помещаюсь как раз поперек. На этом судне Максим уже побывал в Охотском и Баренцевом морях. Исследовал все Белое море. Говорит, Северные моря он любит за возможность увидеть уникальную природу тех мест и порыбачить, поохотиться в разных местах. Все свои приключения он фиксирует на камеру мобильного, а затем делает небольшой фильм. В этот раз решил обогнуть Кольский полуостров. В путешествие отправился вместе с друзьями. В планах было вообще от норвежской границы начать, чтобы полностью обойти. Но там свои есть сложности. Границы близко. С Линакхамаре мы хотели стартовать. Но не получилось. Мы решили стартовать с Териберки. В Мурманск тоже там определенные трудности. Там военные. То есть все это связано с учениями. Ну и можно просто недели две, а то и три. Ну, просидеть на берегу моря, бывает закрыто. А завершилось путешествие в Карелии. За месяц Максим и его друзья несколько раз останавливались у берега для охоты, рыбалки и пополнения запасов. На Кольском полуострове им встречались медведи, а в море – косатки, дельфины и киты. В целом морские путешествия непростые, но увлекательные. И в них важна каждая мелочь. Самое главное – это погода. Все это, ну, точный прогноз, потому что от этого жизнь зависит. Ну, направление, сила ветра. И это все нужно учитывать. И как бы от этого маршрут прокладывается. Сколько и докуда ты пройдешь, сколько есть времени. Сейчас у Максима перерыв. В следующем году он планирует посетить одно из северных морей. Но только на исследовании российских границ Владимирец останавливаться не намерен. В планах совершить кругосветное путешествие. Но для этого необходимо парусное судно, чтобы избежать необходимости заправляться. К его созданию Максим уже приступил. В своей мастерской начал изготавливать тримаран. Его схему он разработал сам. Ну, особенность в его остойчивости большой. То есть сама вот площадь у него, вот у этого будет ширина 7 метров. То есть 9 на 7. Это, ну, способность нести большую парусность. Вот. Но опять же парус дает независимость от топлива, от заправок. Пока для будущего судна готовы только поплавки. Их Максим сварил из алюминия. Сварку он освоил самостоятельно. Когда судно будет завершено, пока неизвестно. Но не исключено, что уже через несколько лет этот путешественник станет Владимирским Федором Конюховым. Анна Столярова, Алексей Кандалов, Стильканал, Вариант.